Иссламская община Ума. Мы уже говорили о том, что Ума восходит своим духовным основанием к Аврааму и связана также с верой Израиля и Церкви. Она воспринимает себя как продолжение развития и завершения всех этих движений веры. Мы говорили о том, что Адам — первый пророк Ислама, Авраам — второй, и Мохаммед — последний пророк Ислама. Некоторые из вас спрашивают, а что же такое означает это слово «Ислам», которое вы так часто используете? Слово «Ислам» происходит от слова «салам», которое означает «мир». «Ислам» в принципе означает «мир». Какой же мир? Мир, который происходит из послушания Божьей воли. Мир, происходящий из повиновения или послушания Божьей воли. Значит, происходит это слово от «салам» на иврите «шалом». Тот же самый корень, что в арабском языке, что вы говорите. «Салам» — «Ислам», «приносящий мир». А что приносит мир? Повиновение, послушание Божьей воли. Итак, «Ислам» в мусульманском понимании — это мир, который происходит из послушания Божьей воли. Слово «мусульманин» означает «верующий в ислам», «исповедующий в ислам». Человек, который верит в ислам, исповедует ислам, называется мусульманином. Когда мусульмане говорят, что вы по природе мусульмане, вы по природе мусульманин, это означает, что ваша природная склонность — верить Бога, быть верующим человеком. А если вы веруете, то вы уж точно захотите верить в его волю, в его откровение. А это и есть ислам. Ислам — это еще и наставление. Наставление в том, во что верить и что делать, как поступать. В христианстве мы говорим об искуплении. Нам нужно искупление. Мусульмане говорят, нет, не нужно нам никакого искупления. Нам нужно наставление. Ислам — это и есть наставление. Когда я писал эту книгу с Бадру Катарега, я хотел написать главу о спасении. Он решил не писать главу о спасении. Вместо этого он написал главу об исламе, о мире, которая происходит, когда мы подчиняемся Божьему наставлению. Он же, он написал такую главу. Я написал главу о спасении. Он говорит, я не верю в спасение. Нам не нужно спасение. Нам нужно наставление. Для ислама весь мир — это большая школа. У нас есть учитель, который дает нам наставление. И наставление — это и есть ислам. А учителя — имамы или пророки. Они учат, выставляют нас. Ислам — это такая учебная программа, которая преподается во всемирной школе, где учителями служат пророки и имамы. В частности, в мечетях. Мы, христиане, да, нам, конечно, нужно обучение, нужно наставление. Но куда важнее для нас спасение, искупление. Нам нужен Спаситель. Именно поэтому и пришел Христос, пришел Иисус. Он Спаситель, Он Искупитель, Он пастырь добрый. Он пришел, чтобы спасти заблудших. Об этом мы будем говорить подробнее несколько позже. Но очень хороший вопрос. Итак, мусульмане — тот, кто верует, верующий. А ислам — это вера. Вера — вера в то, как обрести мир в Боге. Если вы повинуетесь требованиям веры, ведете себя соответственно, вы имеете в виду этот самый мир. А теперь мы продолжаем разговор о мусульманской, исламской общине. В нашем плане урока мы подошли к пятому пункту. Мы уже начали об этом разговор. Мухаммед воспринимается как последний пророк. Врам — средний пророк, Адам — первый пророк. Итак, Мухаммед — последний пророк. Арабский пророк. Он возрастил нам арабский Коран. И вот что поразительно, согласно верованиям мусульман, что арабский народ — те самые отсталые, несведущие, невежественные арабы, стали инструментом, как Божьих. Сравните их с такими народами, как Египет или Сирия. Вот этот невежественный народ Бог взял и вознес его так высоко, что последнее откровение — это арабский Коран, последний пророк — это арабский пророк. Мы вспоминаем в связи с этим молитву Марии в Новом Завете в книге Евангелия от Луки, когда она восхищена тем, что Бог взял ее и сделал ее матери-спасителя. Также и здесь Бог берет маленького арабского сироту, до которого никому в мире дела нет, берет и делает его последним пророком. Берет и через него дает последнее слово — откровение, арабский Коран — откровение, которое должно стать благословением всем народам. Так, по крайней мере, представляют все это о мусульмане. И так в результате формируется умма, мусульманская община. Это совершенная община. Ума — совершенная община. Ума — это сбалансированная община. Она не метается в крайности. Мои друзья, мусульмане, говорили мне с такой усмешкой, я не знаю, насколько они серьезно к этому относятся. Например, смотри, Дэвид, ты христианин. Ты не можешь развестись. Мы, мусульмане, при необходимости можем развестись. Они говорят, что христианство слишком узко, слишком консервативно. Невозможно жить по-христиански. По-мусульмански вполне можно. Если в браке что-то не так, можно развестись. Или вот здесь они начинают усмехаться, они говорят хихикать. Вот ты, христианин, у тебя может быть только одна жена. Это слишком консервативный подход. В исламе четыре жены — вполне нормально. Не больше, не меньше. Четыре. Вот прямо как надо. Что надо? Если слишком много, если больше четырех, но это излишество. Вот это и есть сбалансированность. Не нужно излишеств, и не нужно недостатков. Нужен баланс. Исламская община, поэтому никогда не собьется с пути, не уйдет в сторону. Я говорю об этом очень аккуратно, мягко, но в наших церквях, когда мы собираемся для поклонения, я надеюсь, что в молитве мы молимся о прощении и исповедании грехов. Я надеюсь, что мы также и в личных молитвах просим о прощении и исповедании грехов. Я надеюсь, что у нас это бывает. В мусульманских собраниях для молитвы этого не бывает, потому что мусульманская община — это совершенная община. Бог никогда не позволит общению сбиться с пути. Поэтому и не в чем уме в мусульманской общине исповедоваться. Различие здесь вот в чем. В христианской церкви для нас очень важна благодать Бога и прощение, данное Христом. Мы превозносим Божию благодать. Каждое воскресенье мы благодарим Бога за дар Его благодати. И на наших богослужениях мы буквально празднуем Божию благодать. Празднуем, радуемся тому факту, что Божья благодать явилась нам. Ни одна из наших церквей не является совершенной. Все поместные церкви несовершенны. Но все поместные церкви получили благодать Божию. Ума при этом — совершенная община, призвана быть свидетелем всем народом. Ума сформирована совершенным произглашением ислама, как написано в Коране. А теперь давайте вопросы и ответы, если есть, пожалуйста. Мусульмане считают, что ума — совершенная община. Насколько я знаю, внутри ислама существует множество различных движений, различных даже фракций, и они порой живут далеко не мирно друг с другом. Как все это объясняется? Очень хороший вопрос. Я также задаю мусульманам вопрос. Приведите мне, пожалуйста, пример, хотя бы один пример, такой совершенной общины. Они не могут привести, но всегда ссылаются на разрушающее действие внешних сил. Запад во всем виноват, говорят они. Или Россия во всем виновата. Кто-то постоянно вмешивается и все портит. А какое у них представление о грехе? Насколько я понимаю, католическая церковь и некоторые другие церкви. Понимаю, что грех — это нарушение Божьего закона. С точки зрения православной церкви грех не просто нарушение Божьего закона, а еще и серьезная духовная болезнь. Что же такое грех, с точки зрения мусульманина? С точки зрения мусульманина, грех — это когда мы совершаем ошибки. По природе мы хорошие и добрые люди, но иногда мы совершаем ошибки. Вот эти ошибки и называются грехом. Об этом мы будем говорить подробнее, когда дойдем до христианской и мусульманской антропологии. Но очень хороший вопрос. Большое спасибо. Мы сейчас ведем диалоги с шиитами из Ирана. И я надеюсь, что следующий диалог у нас будет по антропологии. Кто мы такие люди? Это будет один из ключевых вопросов. Какова природа греха? Очень хороший вопрос. Большое спасибо. И ума призвана быть свидетелем над всеми народами, превыше всех народов. Иными словами, ума призвана свидетельствовать с позиции власти. Кстати говоря, именно поэтому отчасти наши друзья-мусульмане так стремятся к политическому участию в жизни мира, к политическому действию. Потому что, чтобы свидетельствовать сверхнации над всеми нациями, нужно достичь определенной власти. В Великобритании сейчас в мусульманских общинах идет серьезная дискуссия по поводу закона шариат и соотношения его с законом общества. И исходят они из того, что, чтобы свидетельствовать, нужно достичь определенной власти. А теперь дойдем... А теперь обратимся к седьмому пункту. Мусульмане, христиане, иудеи, призванные поклоняться Богу Авраама. Иудеи, евреи, называют Бога Элохим или Элах. Бог Всемогущий. Наши друзья-мусульмане называют Его Аллах. Это синоним соответствующего еврейского имени Божьего. И еще одно имя Божие — Господь или Бог Сущий, Яхвы. Такое понимание Бога не свойственно исламской общине. Такого понимания Бога в исламском богословии нет. Давайте с вами обратимся к Ветхому Завету, Исход, 6 глава. Тут очень интересный стих, второй стих. Немножко расскажу о контексте. Бог приходит к Моисею, и у куста, в горящем кусте, говорит, что Я пришел, чтобы сошел, чтобы избавить народ Мой из рабства. 6 глава, 2 стих. «И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Якову, с именем Бог Всемогущий, а с именем моему Господь не открылся им». Что же это значит? Вот это «Господь» по-еврейски «Яхве», или «Бог Сущий». Я являлся Аврааму, Исааку и Якову, как «Элохим», или «Элоах», как «Бог Всемогущий». Так оно и есть, потому что Бог Творец и есть Бог Всемогущий. Это правда. А теперь Моисею я открываюсь по-другому, как «Яхве». Что же означает это имя Божие? На что оно указывает? Один мусульманский благослов сказал мне как-то, что «Яхве» — это имя для Бога, которого не опишешь никаким именем. Аллах этого имени для Бога недостаточно. Им Бога не опишешь. Мусульманский благослов совершенно прав. Ярлык на Бога не навесишь. Он больше любого ярлыка, больше любого имени. Но это еще не все. «Яхве» означает, что Бог сходит к нам, сходит к нам лично для того, чтобы нас спасти. Так он и говорит, «Я Господь, который сошел, чтобы спасти вас, избавить вас». Это имя для Бога, сходящего, приходящего, чтобы спасти нас, этого Бога, который превыше всех имен. «Я Бог, приходящий к вам. Я Бог, с которым вы лично встречаетесь. Это личная встреча человека с Богом», так называют ее богословы. Такое понимание Бога, Бога, который лично приходит, лично сходит к нам, чтобы встретиться с нами, чтобы спасти нас, чтобы искупить нас, вот такого понимания Бога, я не нахожу ни в Коране, ни в мусульманском богословии. Бог всемогущ? Да, конечно, всемогущ. С этим никто и не спорит. Но здесь библейское богословие делает следующий шаг. Бог не просто всемогущ, Он не просто по своему милосердию открывает нам свою волю. Нет. Бог сам сходит к нам, чтобы встретиться с нами. Вот я и пытаюсь показать, друзья мои, мусульманам, кто такой Иисус. Я начинаю отсюда, от горящего куста. Бог сошел к Моисею в горящем кусте. Я Бог Спаситель. Я Бог, который приходит в нашу человеческую трагическую историю, чтобы спасти нас, чтобы искупить нас. Это личная встреча человека с Богом. Моисей беседует с Богом, они общаются, они даже спорят, когда Бог является Моисею в горящем кусте. И потом проходит много столетий, и Бог является в Иисусе Мессии. Сначала в горящем кусте, потом в личности Иисуса Христа. Зачем сходит Он? Зачем является, чтобы спасти нас, чтобы искупить нас? А потом я говорю, И много лет назад Бог пришел лично ко мне, к Дэвиду Ченку. Нет, не в горящем кусте. Но все-таки пришел. Я знаю Бога, Он искупил меня. Я искупленное Божие дитя. Я знаю, что это истина. То, что произошло у горящего куста, мне вполне понятно. Потому что я встретился с Богом. И не только тогда, много лет назад, но я встречаюсь с Богом каждый день. Он Бог Яхве, Бог сущий, встречающий меня. То есть, Мохаммед не общался с Богом, только с Гавриилом. Да, с Ангелом. Да, конечно. Но тогда же получается, вообще, может человек встретиться с моим, с точки зрения мусульманика? Указание на такую возможность есть в описании жизни Авраама. Потому что Авраам назван в Коране другом Божиим. Но как же можно быть другом того, с кем ты, вообще говоря, не знаком? И вот тут мы должны будем говорить с вами о богословии суфийском, о суфийском богословии, о мистическом богословии ислама, где эта тема друга Бога развивается очень активно. Об этом мы поговорим попозже. Тогда получается, что Авраам больше Мохаммеда, потому что Мохаммед говорил только с ангелом, а оттаны Моисей, например, и Авраам с Богом. Они говорят, что у каждого пророка свой дар. Моисею, например, было дано калам, Слово Божие. А Авраам друг Божий. Мохаммед печать пророков, и Иисус чудотворец и Мессия. То есть у каждого пророка есть свой дар. Мохаммед это печать пророков. Но они согласны, что Адам и Авраам и Моисей говорили с Богом. Нет, нет, нет. Адам Мохаммед не говорил с Богом, только с Гудрилом. А Моисей говорил с Богом, или Авраам говорил с Богом лично. Надо подумать, не знаю. Я думаю, что есть какая-то неопределенность, есть некая интрига. Они говорят, Авраам это друг Божий. Суфийцы говорят, что мы можем лично познать Бога. А ортодоксальные мусульмане говорят, нет, это богоскурсство, Бога невозможно познать. Да, Авраам был друг, другом Божиим. Мы, христиане, в это тоже верим. Кстати говоря, говорю я обычно так, я ведь тоже друг Божий. Как? Да? Я друг Божий. В Иисусе я принят Божью семью, я стал Его другом. Вот так оно есть. Суфийцы очень любят такое богословие, такие рассуждения. Они как раз ищут таких рассуждений. Молодцы, молодцы, наблюдательные, фиедливые богословы. Да, и мусульмане, и иудеи, и христиане верят, что Бог познаваемый через откровение. и что творение это тоже часть Божьего откровения. С точки зрения мусульманина, творение это аят. Аят знак Божий. Аят и означает знак. В Коране есть немало стихов, в которых говорится о чуде творения, Божьи знаки, разбросанные по всему миру. но мусульмане, христиане, иудеи верят также, что творение не дает нам полного откровения о Боге. Нам нужно также Писание, потому что все эти три учения основываются на Писании. Иудеи считают Писаниями, главным в Писании Тору. Есть, конечно, и пророки, есть и другие Писания, но сердце, главное в Писании, это Тора, закон. Христиане считают, что живое Слово, Слово, которое стало плотью, которое стало плотью и обитало среди нас. Вот это и есть самый центр Божьего откровения. Мусульмане считают, что Коран — это конечное, последнее откровение. Значит, с одной стороны, все эти три общины верят в откровение, но понимают откровение, они по-разному. Центры откровения для них в разных точках. Соответственно, и выводы разные. Каждый из этих вер, восходящих к Аврааму, свой центр. Тора, Коран или для христиан живое слово. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com меня пригласили где-то год назад в Ельский университет в Соединенных Штатах Америки. Меня пригласили ввести двухдневный диалог с мусульманскими богословами. 80 мусульманских богословов, 80 христианских со всего мира. меня попросили говорить о речи и любви. Я должен был говорить 10 минут. Чтобы рассказать об этом, я обратился к первой главе Евангелия Тавана, когда слово стало плотью и обитало с нами. Я сказал, и иудеи, и мусульмане, и христиане считают, что мы понимаем Бога через откровение. Для мусульман откровение это книга. Для христиан откровение это личность, личность Иисуса Христа. Так что то самое слово, слово, Мессия, Иисус Христос, речь Божия, Логос, Слово Божие, открывает нам, что Бог есть любовь. Бог настолько любит нас, что Логос, Слово Божие, Иисус Христос, пострадал за нас на кресте. Столь велика Божия любовь к нам, что Он не только наставляет и учит нас. Он приходит к нам. Он сострадает нам в наших муках, в наших испытаниях, даже в нашей греховности, в нашей греховной жизни. На кресте Он прощает. Вот что открывает нам слово. Вот в чем смысл Евангелия. И об этом я и говорил и мусульманским, и христианским богословам. После этого ко мне подошли некоторые мусульмане и сказали, спасибо, теперь мы поняли Евангелие. Спасибо, один из них из Мекки сказал, приезжайте как-нибудь в Мекку и расскажите об этом мусульманским лидерам Мекки. Я говорю, вряд ли меня туда пригласят. Он говорит, да нет, я устрою, приезжайте. И Евангелие действительно благая весть. И наше дело нести свидетельство. Свидетельство со смирением, но и с великой радостью о том, что Слово Божие стало плотью, обитало среди нас, о том, что оно участвовало в наших страданиях, сострадало нам, о том, что Он ощутил, что это значит быть в греховном мире, но Он даровал нам прощение. В этом и есть суть христианской веры. Это и есть суть веры, провозглашаемой нами. На этом Евангелие держится церковь. С этим Евангелем мы и идем вперед. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok